Да воздаст вам Аллах благо. Ассаляму алейкум у рахматуллахи в баракату. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему Господу миров, мир и благословение пророку его, его семье и сподвижникам. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Люди погрязли в своих страстях, погрязли в мирском, вообще в жизни, которая их окружает. Честно говоря, то, что я буду говорить, может шокировать вас. Но лекарство от этой... Одержимостью этой жизнью, Противоядие от этого заключается, как это ни парадоксально, в поминании смерти. Вот на самом деле, это лекарство от тревог. Вы, наверное, подумаете, о чем ты говоришь? В этом-то и проблема. Люди в чем угодно видят решение, но не в этом. Казалось бы, как поминание смерти поможет нам? Ведь смерть, это что-то пугающее, о ней не хочется думать. А ты говоришь нам, что в этом лекарство. От этой одержимости, страстями, мирским... Ну, то есть как? Поминание смерти поможет нам решить проблемы. Я объясню. Объясню. Тут важно правильно посмотреть на это. Правильно отнестись. Вот если бы вы знали, что вас посадят, а вот прям сегодня посадят, как бы вы себя чувствовали тогда? Вот как? Вы опечалились бы. Я потеряю свободу. Буду вдали от родных, от своего дома. Мне будет некомфортно. Без любимой еды, без друзей. Да вообще, сесть в тюрьму, это значит столько всего потерять. Я буду жить в тесной камере. Долгое время. Конечно, неприятно это, попасть со свободы в тюрьму. А теперь давайте так. Смотрите. А что если вы уже в тюрьме? И скоро на свободу. Тогда как? Вы бы счастливы были? Сегодня день освобождения. Вы бы с нетерпением ждали этого. Наконец-то я выйду. Ни еды нормальной, ни комфорта, спать жестко, замкнутое пространство. А вот сейчас как выйду, и домой. Буду в парке гулять, буду летать на самолете, буду наслаждаться свободой. От души. Свобода. Скоро свобода. Так в чем же аллегория? О каком сравнении шла речь? Сначала из дома, из свободной жизни, в тюрьму, а потом из тюрьмы, на свободу. Смотрите. Смерть – это то же самое. Внимательно меня послушайте. Будет что-то одно из двух. Или ты со свободы попадешь в тюрьму, когда умрешь. Или из тюрьмы попадешь на свободу. Давайте объясню. Если вы рассматриваете этот мир как высший комфорт. Люблю то, люблю это, люблю вещи, люблю работу, люблю жить, время проводить с семьей, с друзьями, люблю свой дом. Если это для тебя высшее счастье, то ты смотришь на смерть как на что-то страшное, что лишит тебя всего этого. Конечно, тогда тебе умирать не хочется. Даже говорить, даже думать о смерти не хочется. Конечно, смерть тебя тогда будет пугать. Ведь ты попадаешь из свободной жизни куда? В тюрьму. Но если ты живешь в соответствии с тем, как учил посланник Аллаха, он сказал, это мирская жизнь – тюрьма для верующего. На самом деле, даже большинство верующих не знают, как это правильно понимать. Нужно как относиться? Вот у меня дом. Но ведь в раю у меня будет много-много домов. Дом из золота, дом из серебра, дом из рубинов, бриллиантов, из всего, чего хочешь. У тебя есть жена в этой жизни. А в раю будет 72. И это как минимум. Минимум. Так-то вообще в раю можно больше. Вот у тебя в этом мире есть удобная кровать. А в раю тебе вообще спать не придется, там усталости нет. Ты наслаждаешься здесь, ешь что-то вкусное, а в раю в раю бесконечное наслаждение, бесконечное удовольствие. В раю, когда ешь все одно и то же, оно с каждым разом все вкуснее и вкуснее. И при этом никакой зубной боли, боли в животе, в туалет ходить не надо, мыться, убираться. В раю ничего такого не будет. Если ты верующий, ты на это смотришь так. Мне запрещен алкоголь. Я верующий, я его не пью. А неверующие пьют. Спят с разными женщинами, когда хотят, без никаха, играют в казино, наркотики принимают, ходят в клубы, на свидания, че хотят, то и делают, я так не могу. Я ограничен. Вот пророк и сказал, что для верующего жизнь тюрьма. Я, в отличие от неверующих, не делаю все, чего хочу. Сначала выясняю, что халяль, что харам, делаю дозволенное, оставляю запретное, слежу за языком, думаю, прежде чем сказать, гнев сдерживаю. Аллах смотрит на меня. Это трудно. Трудно. Я нахожусь в рамках. Солнце село, иду читаю вечерний намаз. Я ограничен. Как в тюрьме. Каждый день молюсь по расписанию. Я в тюрьме. И жду освобождения. Но тут дело в чем? Подготовился ли ты к судному дню? Выполнял ли свои обязанности? Бывает, Аллах забирает близкого человека. Я вам предлагаю посмотреть на смерть по-новому. Когда моя мать умерла, без нее стало так пусто. Это большая трагедия. Она в другом мире. Не может общаться с детьми, с мужем, с братом, с сестрой, и так далее. Люди плачут. Но задумайтесь, по ту сторону ее ждет другая семья. Там, где души ждут судного дня в Айлиине. Если ее предки были верующими, то она их встретит там свою мать, своего отца, своих дедушку-бабушку, дядьев, теть. Если они были праведными верующими, то она встретит еще большую семью, чем ту, что оставила. И если вот так на это смотреть, смерть в другом свете предстает. Если я живу по Корану, соблюдаю как следует то, что велел мне Аллах, мой Создатель. Читаю намаз, пощусь, справедливо поступаю, к людям милосердно отношусь, не обижаю их, стараюсь быть с людьми щедрым, добрым, прощаю их, иногда оступаюсь, с каждым бывает. Никто не идеален. Но я по максимуму стараюсь жить по Корану. Тогда в промежуточном мире перед судным днем моим светом будет Коран. Представьте, светом, другом, самым близким другом. Ближе не найти, Коран будет с тобой, намаз будет с тобой. Это пророк говорил. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи у салям просил Аллаха, «О, Аллах, сделай так, чтоб мне было не страшно, в могиле, за то, что я читал Коран и соблюдал его». Смысл хадиса такой. В судный день солнце над головой будет на расстоянии мили. И посланник Аллаха говорил, что над теми, кто читал суру Бакара и семейства Имрана, эти суры будут тенью. Коран возьмет тебя за руку, если ты соблюдал Коран. От пророка это передается в нескольких хадисах. Коран возьмет тебя за руку и пойдет вместе с тобой, когда ты предстанешь перед Аллахом. Когда Аллах будет спрашивать тебя, Коран заговорит. Скажет, «О, Аллах, он хорошим был. Он сделал вот это, вот это. Читал Коран, соблюдал его. Коран будет заступаться за тебя до тех пор, пока Коран не уведет тебя в рай». А если человек пренебрегал Кораном, не соблюдал его, то Коран в судный день наоборот будет выступать против человека. И Коран сам забросит человека в огонь. Так что, надо готовиться к вечной жизни, чтобы она стала избавлением, освобождением из тюрьмы. Надо стараться по максимуму. Идеально, конечно, не получится, но старайтесь максимально. Читайте, думайте над посланием Аллаха, над Кораном, соблюдайте его. И тогда смерть станет освобождением. Если будешь читать Коран, твой намаз будет заступаться за тебя в судный день. В могиле тебе ничто не повредит, потому что намазы, которые ты читал, будут защищать тебя. Пророк говорил, если был праведным верующим, в судный день ты будешь близок к пророкам, правдивейшим, мученикам, праведникам, к пророку Мухаммаду салаллаху алейхи ва салям. Встретишь пророков Мусу, Оису мир им, Яхью, Закарию, всех пророков. Мир им всем. А ведь преуспеть в судный день это великий успех. В вечной жизни люди не узнают маму с папой, будут убегать от мамы с папой, от брата и сестры будут убегать. В суре Аббаса Аллах в Коране говорит, в тот день человек бросит брата, мать, отца, жену, сыновей. Не о них ты будешь думать в тот день. И когда ты живешь с такой установкой, когда весь мир у тебя вращается вокруг вечной жизни, беспокоишься о том, чтобы Аллаху угодить, я соблюдаю сунну посланника Аллаха салаллаху алейхи ва салам. Изо всех сил стараюсь Коран соблюдать. И тогда смерть это избавление от проблем. От вот этой вот тесноты этого мира. Теперь вернемся к этому миру. Покажу, смотрите, что. Вот вы живете. Вам или жена проблемы доставляет, или муж. Или дети тебе проблемы создают. Ты им даешь все, что можешь, а некоторые из них проблемы доставляют. Ты тратишься на кого-то, а он кусает руку, которой кормишь. Помогаешь кому-то, а люди не ценят этого. Всю жизнь работаешь, чтобы кому-то угодить, а им все мало. Ты терпишь все это. Я не говорю, что у всех так. У разных людей разные проблемы. У некоторых проблемы со здоровьем, с тем, с этим, всякое бывает. И люди все это терпят. И глядя на такой мир, думаешь, не здесь настоящий комфорт. Я лучше буду стараться ради вечной жизни. И вот это избавление от этого мира. А теперь послушайте, что сказал посланник Аллаха о смерти. Он сказал это не только для мусульман, но и для них тоже, которые выполняют, что Аллах на них возложил. Хадис в сборнике Тирмиви с хорошей цепочкой. Абу Хурейрадо будет доволен им, Аллах передает от пророка саллиллаху алейхиусалям. Посланник Аллаха сказал, часто вспоминайте разрушительницу наслаждений, то есть смерть. Посланник Аллаха напоминает нам, говорит, часто вспоминайте о смерти, разрушительницы наслаждений, то есть наслаждений в этом мире. И когда человек вспоминает о смерти в тот момент, когда чувствует, что ему тесно в этом мире, тогда поминание смерти принесет этому человеку освобождение, избавление. А когда о смерти вспоминает человек, которому живется комфортно, например, Маша Аллах, Альхамду лиллях, Аллах дал вам комфортную жизнь, скажите Альхамду лиллях, Альхамду лиллях, ну так вот, пророк сказал, если человек ощущает свободу, комфорт в этом мире, хорошо ему, когда он смерть поминает, это сковывает его, человек спохватывается и думает, что я делаю, что я делаю, слишком погряз, я в комфорте. И ученые сказали, любовь к этому миру это болезнь. сам мир не болезнь, а любовь к нему это болезнь. И ученые сказали, что лекарство от этой болезни это поминание смерти. И это сегодняшняя лекция о том, как Коран заставляет нас задуматься о смерти, о том, как Коран помогает нам увидеть реальность. Коран, это же ведь поразительная книга, хотя есть люди, которые отрицают, отрицают Коран, говорят, дескать, да ладно тебе, хорош. Вот Аллах говорит, в Коране, в суре Бакара, вторая сура, аят номер 28. Как вы можете не веровать в Аллаха? Как? Тогда как вы были мертвы, и он оживил вас. И ты читаешь и задумываешься, меня ведь не существовало. Вот что Аллах говорит в Коране человеку, задумайся, ты из небытия пришел в бытие. Аллах говорит, и он оживил вас. Потом он умертвит вас. Жизнь твоя в его власти. Потом оживит вас, то есть вы снова вернетесь к жизни. И потом к нему вы будете возвращены. Смотрите, какая здесь сильная формулировка. Вот смотрите, Всевышний Аллах не говорит, а потом вы вернетесь к нему. Аллах говорит, к нему вы вернетесь. То есть больше возвращаться некуда. И вот все эти теории насчет кармы. Или вот, например, как называется теория, что ты после смерти родишься в другом теле? реинкарнации. Не будет реинкарнации. Согласно Корану, вообще реинкарнации не будет. Не жди, что вновь родишься. А вот некоторые люди думают, смотрите, какая ловушка шайтана. Это и мусульманам на ум приходит. Мол, вот я соблюдаю ислам, а что если воскресну, и окажется, что ислам не истина. Что-нибудь другое будет после смерти. Человек думает, может, христиане на истине вдруг так получится, что меня Всевышний воскресит, и я увижу, как христиане в рай идут, а я мусульманин, не попаду в рай. Ты мало читал Коран, друг мой. Знаете, что Аллах в Коране говорит об Иисусе мир ему, что в судный день Всевышний Аллах у Айсы спросит, О Иисус, ты говорил людям, чтобы они считали тебя и твою мать двумя богами, наряду с Аллахом. Ты говорил так? Это сура трапеза, аят 116. Он скажет, причист ты. Как я мог сказать то, на что не имею права? Это Айса скажет. Если б я сказал такое, ты знал бы об этом. Ты знаешь, что у меня в душе, а я не могу постичь твоей великой сущности. Так ответит Аллах у Айса, сын Мария. Так что смотрите, ты мусульманин, и ты думаешь, вот я воскресну? И окажется, что ничего нет. Дьявол внушает сомнения верующим, понимаю, поэтому изучайте Коран. Он такое сильное воздействие оказывает, так влияет. Вот например сура 62, аяты с 6 по 8. Всевышний Аллах Скажи, скажи им, о Мухаммад, о люди, исповедующие иудаизм. Иудеи же сказали, мы не примем тебя и не примем ислам. И вот Аллах говорит Мухаммаду салаллаху алейхи скажи им если вы полагаете что только вы среди людей угодники Аллаха например если я ближе всех к Аллаху я истинный приближенный к Аллаху Аллах говорит тогда скажи Аллаху дескать о Аллах я так тебя люблю пошли ко мне ангела смерти чтоб я встретил тебя Аллах говорит попросите себе смерти тогда мол какие проблемы вы же в раю окажетесь и Аллах говорит скажи им о Мухаммад та самая смерть от которой вы убегаете скажи им эта смерть настигнет вас непременно настигнет и дальше Аллах говорит и после смерти вы будете возвращены к ведущему сокровенное и явное к тому кто знает все и он поведает вам о том что вы совершали смотрите какие мощные аяты какие влиятельные вот вам тест проверьте самого себя привязан ли ты к этому миру вот если бы у вас реально сейчас был выбор я же вам приводил пример со свободы попасть в тюрьму или наоборот из тюрьмы на свободу то есть из тесноты этого мира к свободе облегчению вечной жизни или наоборот из комфорта этого мира попасть в тяготы вечной жизни и вот проверь себя если я на самом деле живу праведно то я смогу обратиться к Аллаху с мольбой мол о Аллах я не хочу умирать но если ты знаешь что лучше всего для меня будет умереть сейчас то пожалуйста пошли мне смерть если можешь так сказать ты хороший верующий я не говорю совершать самоубийство а то потом в новостях скажут 10 человек в Эдмонтонской мечети совершили суицид наслушавшись шейха Хасана Али он им сказал что так они приблизятся к Аллаху я вам говорю в хорошем смысле это проверка себя самого если я живу праведно и могу Аллаха попросить Аллах если в этом благо для меня умертви меня то вы в хорошее место попадете после смерти а если не можете так попросить значит вы грешны вот этому Аллах учит чтобы вы подумали мол от чего я бегу я бегу от смерти но если я от нее бегу если не хочу умирать значит я грешен вот смотрите на самом деле когда вы начинаете думать о смерти это пугает вас а если тебе не страшно значит ты эти мысли как следует не прочувствовал если ты подумал о смерти и такой и чё нет нет серьезно подумай что Аллах говорит в начале 79 суры Всевышний Аллах говорит клянусь исторгающими души неверующих жестоко Всевышний Аллах здесь говорит об ангелах во время смерти они или вытаскивают вырывают душу из тела или они нежно извлекают душу одно из двух и Аллах говорит в 6 суре в аяте 93 если бы ты только видел когда люди которые при жизни были жестокими несправедливыми притесняли грешили если бы ты видел беззаконников когда они оказываются в предсмертной агонии ангелы простирают к ним свои руки чтобы забрать их души говорят им отдай свою душу сегодня вам будет воздано унизительными мучениями за то что вы говорили об Аллахе неправду преисполнялись гордыни превозносились над знамениями Аллаха к таким людям ангелы протягивают руки чтобы вырвать их душу в суре верующие Аллах говорит когда же смерть подступает к кому-нибудь из них он говорит Господи верни меня обратно быть может я стану совершать праведные поступки которые я отбросил не хотел делать прости Господи дай мне шанс но Аллах говорит но нет это всего лишь слова которые он произносит позади них будет преграда вплоть до того дня когда они будут воскрешены в это время их души будут находиться в месте ожидания перед судным днем а в тот день когда затрубят в рог между ними не останется никаких родственных связей и они не будут расспрашивать друг друга например члены семьи не будут друг друга расспрашивать мол ну как ты вот представьте эту картину разве хотите вы прожить такую жизнь что во время смерти когда ангелы подойдут вы просили бы Аллаха вернуть вас ты умрешь в точности тогда когда тебя Аллах предопределил Аллах говорит когда же наступает их срок они не могут отдалить или приблизить его даже на час вот например связь с матерью она временная она душа я душа она была в этом мире а я находился в мире душ и Аллах пожелал чтобы я родился в этом материальном мире как ее сын и на четвертый месяц ее беременности пророк сказал что ангел помещает дух в тело ребенка это посланник Аллаха говорил в Сахихи Бухари передается ангел вдыхает душу она попадает в тело ну можно сказать как воздух в воздушный шарик душа входит тело на четвертый месяц беременности вот такую связь Аллах создал ты сын а она мать я вышел из ее утробы она любит меня я люблю ее она все для меня делает потому что Аллах внушил ей любовь ко мне если Аллах пожелает он может внушить любовь к тебе даже в сердце твоего врага я дарил тебя своей любовью и тебя вырастили у меня на глазах фараон увидел младенца мусу ребеночек ребеночек он даже не подозревал что это за ребеночек не знал но Аллах внушил в его сердце любовь к нему вообще-то фараон в этот год убивал младенцев но конкретно этого не смог полюбил его и все тут но так вот моя душа пришла в этот мир и душа моей матери пришла в этот мир сколько она еще на земле пробудет ну лет 50 когда мне будет лет 50 ей будет 70 75 она умирает и если мы оба были праведные верующие то в промежуточном мире в месте ожидания перед судным днем мы можем с ней видеться потом Аллах воскрешает нас в судный день и вот мы видим что мы были просто душами она душа я душа она была твоей мамой ты был ее сыном и вот сегодня в судный день Аллах собрал все души вместе мы не принадлежим друг другу просто временно я жил в теле матери потом она родила меня в той земной жизни потом я вырос повзрослел моя душа жила в моем теле ее душа жила в ее теле и сегодня судный день Аллах спросит кто как прожил разные аяты о вечной жизни надо собирать воедино в 56 суре события Аллах говорит мы распределили между вами смерть и ничто не может помешать нам вот люди день рождения празднуют день рождения у меня мне 7 мне 9 мне 20 мне 25 день рождения это известная дата а день смерти это дата скрытая у каждого на роду написано сколько он проживет но мы не знаем этого дата смерти уже зафиксирована но хорошая новость в том что срок жизни можно продлить многие не знают этого ты можешь удлинить свою жизнь вот допустим тебе предопределено умереть 9 апреля 2027 года в 9 44 56 секунд утра и смотрите в 35 суре в 11 аяте Аллах говорит не добавляется жизнь ни одному долголетнему и не сокращается его жизнь кроме как только по записанному в хранимой скрижали что же в ней записано то что если мы делаем добрые дела которыми Аллах доволен то Аллах удлиняет нам жизнь хочешь жить долго делай то что велит тебе Аллах выполняй обязанности это больше всего довольство Аллаха вызывает потом уже дополнительные добрые дела и вот насчет дня рождения ты смотришь не на ту часть песочных часов вместо того чтобы смотреть на то сколько осталось хотя ты не знаешь сколько осталось поэтому надо торопиться а ты смотришь на нижнюю часть сколько уже насыпалось еще больше чем больше внизу прибавилось тем больше вверху убавилось и когда упадет последняя песчинка ой и дни рождения кончились больше нет их а люди празднуют день рождения так-то радоваться особо нечему Аллах говорит в Коране каждая душа вкусит смерть Аллах говорит никому из людей до тебя имеется ввиду пророк Мухаммад мы не даровали бессмертие смерть настигнет вас где бы вы не находились даже если вы будете в возведенных башнях вот у богатых в доме иной раз бывает безопасная комната в нее заходишь кнопку нажал брони дверь закрывается и ты в безопасности пока не приедет полиция там целыми днями сидеть можно запасы еды туалет все дела и никто не может к тебе зайти но Аллах говорит смерть настигнет вас даже если вы будете в возведенных башнях Малкальма Икс предупреждали мол там опасно иди вот здесь когда его хотели убить и он сказал очень интересную вещь говорит если у человека будет выбор из пяти путей если он подумает так вот здесь наверное убьют поэтому пойду вот оттуда если говорит срок жизни истек то смерть найдешь именно здесь она будет ждать тебя здесь какой бы путь ты не выбрал ты все равно выйдешь к месту своей смерти в Коране Аллах говорит праведный то во время смерти к тебе придут полтысячи светлых ангелов самое главное обновлять покаяние постоянно кайтесь о Аллах обещаю не грешить и разумеется имейте твердое намерение этому следовать постоянно просите Аллаха прощения и старайтесь исправлять что упустили и тогда в момент смерти к вам придут полтысячи светлых ангелов чтобы забрать душу что же в этом плохого а если я не обновляю покаяние продолжаю грешить то конечно есть чего бояться поэтому я и говорю что поминание смерти это лекарство тогда ты следишь за собой контролируешь себя чтобы не упустить какое-то веление Аллаха если ангелы придут черные то там уже будет другая ситуация давайте сначала расскажу насчет белых ангелов пророк сказал душу верующего ангелы извлекают нежно как капля вытекающая из сосуда очень плавно очень нежно если пожелает Аллах скажите иншаллах братья если вы праведные предвкушайте такой исход посланник Аллаха сказал пусть никто из вас не умирает кроме как с хорошими мыслями об Аллахе всегда ожидайте от Аллаха хорошего прощения вы же каетесь ну да бывает я оступаюсь но я каюсь стараюсь справляться стараюсь соблюдать вот так ангелы извлекут душу верующего а о том как ангелы забирают плохие души пророк привел такой пример это вот как колючий куст в котором запуталась какая-то нитка она его опутала и нитку эту из куста вырывают вот так ангел смерти забирает плохие души за такими душами приходят 500 черных ангелов в суре Мухаммад Аллах говорит но что же будет когда ангелы станут умерщвлять их ударяя по их лицам и спинам вот представляешь себе это и думаешь если я буду ослушаться Аллаха как бы меня это не постигло эти ангелы беспощадны если вы думаете что они пощадят вас здесь на земле даже самые жестокие могут пощадить я вот видел людей в аэропорту которые либо визу просрочили документов каких-то не хватает им грозит депортация и они умоляют персонал пожалуйста не высылайте нас нам убежище нужно на родине нас будут бить или у нас гражданская война умоляют упрашивают как только могут и вот бывает даже самые хладнокровные сотрудники миграционных служб сжаливаются мол ладно посидишь в центре задержания 3 месяца или в лагере для беженцев побудешь 3 месяца они могут сжалиться а у ангелов смерти абсолютно нет никакой жалости плач умоляй не поможет Аллах всемогущен и велик специально создал их такими такова реальность вот смотрите вы меня уже слушаете где-то полчаса скажите вы сейчас чувствуете любовь к этому миру привязанность к нему ту же самую которая у вас была до этой лекции у вас что сейчас такие мысли дескать просто обожаю этот мир а он пусть рассказывает или что-то изменилось или же вы все-таки яснее осознали реальность этого мира что это просто временное место наверняка же вы задумались мол я ведь хочу чтобы бережно мою душу извлекли а не били не вырывали ее вы прочувствовали да это и есть поминание смерти когда вы помните о ней вы смотрите вокруг и думаете проблема ничто та эта проблема все эти проблемы это мелочь по сравнению с тем что нас ждет надо только помнить об этом праведные предшественники некоторые из них бывало плакали целую ночь напролет думая о смерти для нас просто пустить слезу это уже что-то значимое на таравихе кто-то всплакнул и у него уже ощущение что он вошел в рай ну брат понятно конечно ты проявил какую-то искренность заплакал или в пятницу на джума после эмоциональной проповеди или в заповедной мечети в Мекке Аллах Ашейх о чем-то просил возле Кабы эмоционально и люди плачут я знаю для вас это много но это мало праведные благочестивые предшественники наши я это не выдумываю саллифы и таких случаев сотни плакали плакали и плакали думая о смерти хоть они и были праведные соблюдали и обязательное и рекомендуемое но плакали на разных сподвижников пророка действовали разные аяты некоторые приходили в ужас от аятов о судном дне кого-то ужасал мост сират кто-то смерть поминал вот например Ибн Акбас довольствовал Аллаха ему проплакал целую ночь над одним аятом из суры милостивый он ее читал в намазе тахаджуд и вот небо разверзнется и станет красным какую же из милостей твоего господа вы считаете ложью дальше Аллах говорит в тот день не у человека не у джинна не будет спрашиваться мол расскажите какие грехи вы совершали такого не будет потому что Аллах и так все знает грехи каждого Ибн Аббас думал об этом каким будет мой отчет перед Аллахом как Аллах будет спрашивать меня за все что я делал в земной жизни смогу ли я пройти этот отчет или я его провалю и он целую ночь плакал читая эти аяты мать правоверных Аиша довольствовал Аллаха ей тоже проплакала всю ночь плакала плакала и плакала перед Аллахом над аятом из суры Марьям Каждый из вас войдет туда таково окончательное решение твоего Господа речь идет о мосте сырат который пролегает над адом все пройдут по этому мосту кто-то попадет в рай а кто-то упадет с него и размышляя над этим аятом Аиша плакала и плакала всю ночь почему сегодня я выбрал именно эту тему поминание смерти когда люди не вспоминают о смерти их сердце их душа черствеет и как следствие люди начинают грешить если думаешь о смерти сердце смягчается ты удерживаешься от греха в Коране Аллах говорит это сура железа Аллах говорит разве не пришло время для того чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того что не спослано из истины имеется ввиду Корана и чтобы не уподоблялись они тем которым писание было даровано прежде речь о людях писания которым Аллах не спасылал Тору Евангелие чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени знаете когда сердце черствеет когда надеешься на долгую жизнь а о смерти не думаешь наслаждаешься моментом вот тогда ты человек и начинает грешить смог бы ты насладиться грехом если б возле тебя сидел ангел смерти вот представьте я сижу и например грешу ангел смерти вот он рядом сидит и смотрит на меня и я что проигнорирую и продолжу грешить продолжу нет бога кроме Аллаха конечно же нет это вот шейха спросили если в пустыне молюсь и передо мной прошел лев то намаз мой нарушится или нет шейх говорит если тахарат сохранишь то нет если тахарат не испортишь то нет да воздаст вам Аллах благом вся хвала Аллаху Господу миров братья и сестры ставьте лайки комментарии оставляйте подписывайтесь и на колокольчик нажмите чтобы новые ролики не пропустить на колокольчик и на колокольчик не пропустить подписывайтесь Продолжение следует...